еду в леруа одела свою любимую уже достала зимнюю куртку утеплилась синюю куртку выбросила у нас вчера весь вечер шел снег посмотрите как за мной красиво все в снегу все деревья в снегу и выпало очень много снега это первый такой снег за все эти дни такого еще не было немножко шел вот чтоб так много это вот первый раз смотрите сколько снега еду в леруа все же я не удержалась решила заменить мойку мойку мы уже купили купили мойку и смеситель вертится туда-сюда и и нужны вот эти шланги к самому смесителю чтобы не включать через всякие прихотники решили все же купить такие цельные все замерили сегодня возможно будем устанавливать мойку я обязательно вам покажу какую купила раньше когда мы устанавливали предыдущую вот эту железную мойку таких моек конечно не было и поменья она очень большая это мойка и я так поняла из искусственного камня теперь надо смотреть чем ее мы все держим путь леруа и возможно зайдем вас сейчас хочу покраситься вот в такой цвет все же решила буду краситься в такой не в красный голову как раз не мыло где-то примерно сутки точно не мыло потому что надо окрашиваться на грязную голову все пойду развожусь крашусь и показываю вам что у меня из этого что покрасилась везде наляпала ладно ничего потом можно будет чем-нибудь спирто содержащим оттереть так и всегда использую вот такие вот маски тоже для волос сейчас 30 минут буквально посижу пойду в душ смотрите он в принципе становится черный видите какой черный я думаю я не прогадала с цветом что не взяла чисто черный а взяла такой каштановый ну посмотрим какой он будет на моих волосах вот такая хорошая тут масочка сейчас я ее открою потому что потом неудобно будет ее в душе открывать все 30 минут ну что вот такой вот цвет получился смотрите он вышел практически черный седина вроде закрасилась неплохо так я тут расчесалась как знаете что хочу купить у нас есть такие профессиональные парикмахерские магазины для очень профессиональной косметики хочу купить там воск чтоб немного вот так вот как бы приводить волосы в порядок но посмотрите практически черный в общем девчонки если будете покупать такую краску имейте в виду что на такой цвет волос как у меня она ложится вот так немного тут видите прокрасилась я тут убирала спиртом немножко не убралось но ничего два раза голову помою должно убраться практически черная она получается в принципе я тогда не прогадала что купила идиот а не купила черный цвет вот так вот сзади сейчас вам покажу еще раз вот такая краска называется темно-каштановый и номер оттенка 3 0 имеете ввиду что она такая черная то мало ли кто не захочет вот именно такой цвет на своих волосах вот так что вот так я вам показала покрасилась ничего похожу потом такая потом посмотрю либо куплю себе посветлее либо покрашусь в красный оттенок думаю будет классно так у меня здесь вот что с ними делать у меня от рецепта осталось немного маринованных грибов я их наверное прикрою пакетиком и завтра пожарю себе на завтрак возможно сделаю хотела пожарить сейчас но не буду возиться сейчас так много дел хочу сварить гречку и хочу сделать себе вот этот вот напиток напиток с чая бабл гам который мы с вами делали ну а сегодня я его буду делать на необычном таком молоке представляете увидела продажи сейчас вам покажу может кто-то тоже захочет сами можете знать что все вот это молоко миндальное там например еще какое-то оно очень очень дорогое ну а сейчас в продаже появилось молоко вот в таких вот бутылках я первый раз взяла но по приемлемой цене идет поэтому девчонки мы с вами можем пить миндальное молочко вот так я сейчас на этом миндальном молоке сделаю себе этот свой напиток взяла попробовать и у него цена меньше все кокосовое молоко у него цена меньше 100 рублей ой какая прелесть никогда в жизни не пила миндальное молоко так необычно говорят можно добавлять кофе в кофе можно пить в пост использовать в пост вот многие девчонки меня тоже спрашивали чем заменить молоко в пост вот можно миндальным молоком добавлять в кофе варить кашки пожалуйста очень классная штука сейчас настолько разнообразен мир что все можно заменить такая красная штучка как детское питание так шейки я помыла сейчас наливаем 300 миллилитров уже миндального молока сейчас вам покажу как оно выглядит я налью немножко побольше вот так даже 300 400 налью в этот раз немножко побольше оставлю себе попробую сейчас вот в этих кофейнях в этих кофейнях очень модно заказывать кофе соевым молоком с миндальным молоком и варю гречку варю гречку вот в таких пакетиках очень удобно как всегда это на завтра не думаете что я буду есть гречку на ночь нет это на завтра так все заливаю водой из чайника ну ничего такой цвет сойдет он немножко когда смоется будет даже очень ничего заливаю из чайника я ее не солю ничего и просто включаю отвариваю 15 минут так сейчас посмотрю сколько варится гречка но я думаю 15 минут до 15 минут на умеренном огне мы ее будем с вами варить сейчас она еще раз кипнет сами можете знать что чайник воду не это самое не греет до 100 градусов примерно до 90 так семена чья добавляю немножечко так вкусно с ними пить вот примерно половинку такой мерной ложечки туда засыпаю приятно они похрустывают на зубах понравились мне я уже купила себе йогурт такой самый обычный без всяких добавок ну можно со злаками покупать хочу просто заранее семена чая насыпала так а где мой шарик шарик не забываем опускать вон туда и добавляю добавляем эту нашу смесь вот так это мой вот этот коктейльчик сегодня ужинала ужинала кстати давно салатик очень вкусный выкинула видео салатика в этот самый в инстаграм кто подписан на инстаграм то посмотрите вкусный такой получился салат там у меня было три небольших кусочка красной рыбы потом рукола еще какой-то салат так все закрыла и взбалтываем рукола какой-то еще салат и я все это не солила полила немножко оливковым маслом прям совсем чуть-чуть и полила бальзамическим соусом тоже очень вкусно получилось вот тут я придерживаю все равно крышку мало ли мало ли чего поэтому быстренько быстренько немножко такое молоко сероватого цвета ну сами понимаете откуда оно белое с орехов правильно вот так что вот так и съела такой салатик потерла немного сыра пармезан сверху и было очень вкусно очень вкусно у меня еще осталось немного руколы надо придумать какие-то из нее рецептики тоже рецепт какого-нибудь классного салата вообще я салаты без майонеза очень люблю ну вот девчонки говорят вот ты там делаешь салаты с майонезом пишут мне да делаю потому что иной раз на какие-то праздники хочется сытного такого салата именно с майонезом а сейчас я покупаю хороший такой майонез сделаю потише пускай на среднем огне варится покупаю хороший очень майонез в белорусской лавке мне очень нравится представляете в стеклянной большой баночке там почти пол литра и он очень вкусный как вот в наше советское время давным-давным-давно такой вот вкусный майонезик гречку сварю возможно завтра не знаю что делать с этими грибами возможно запеку эти грибочки себе и вот у меня будет может быть гречка даже на завтрак так что вот так будем еще с вами печь протеиновые блинчики хочу чтобы вы тоже посмотрели что это такое эти протеиновые блинчики или гречку оставлю уже себе с грибами на обед а с утра тогда буду делать эти протеиновые блинчики а почему бы нет все нужно еще брать кинзу кинзу стала есть покупать вот такими огроменными пучками как всегда ставлю ее в водичку накрываю вот так целлофановым пакетиком очень долго хранится вот у меня уже практически неделю стоит отрываю по чуть-чуть ну смотрите что она вытворяет она только я поменяла сегодня вот эту фольгу на плите только все чистенько отмыла а ты мне плюешься не плюйся я и так сделала тебя уже потише хочу немножко чтобы коктейль постоял и немножко чтоб набухли семена чия тоже классно все наверное вот этот уже можно убрать хочу убрать эту железяку так так вкусно с этим миндальным молоком вкусно вкусно прям так давай доставай эту железяку в принципе она достается быстро сейчас я ее сполосну все железяка и ложечка у нас с вами сполоснулась мне надо грибы зелень убрать сейчас в холодильник главное про них не забыть так ну что давайте пить подсела я прям на все эти на семена чия прочитала про них куда в принципе их только можно не добавлять можно даже сыпать на котлеты когда вы в духовке запекаете котлеты и сыпите семена чия представляете вон они у меня все на дно опустились но они потом хорошо выпиваются я еще вот так немножко всегда можно закрыть так вот можно взболтать и пить они прекрасно до конца выпиваются смотрела я в общем вот на эти вот блендеры которые мини которые можно смузи на них делать сейчас они идут очень по хорошей скильке надеюсь их может себе через недельку приобрету ммм мне с миндальным молоком нравится гораздо больше есть еще рисовое молоко соевое ммм так так классно хрустят ну что тут у меня вообще тут заклёкло хорошая вещь сейчас сейчас покажу вам еще раз вот такое не очень дорогое молоко но здесь не литр здесь всего 800 миллилитров я брала в перекрестке но видела выходные в Ашане восхитительный миндаль кальций и витамины и здесь всего сколько здесь жира жира сахара во-первых 0,1 грамм и жира 1 грамм поэтому я думаю вон как напухают там семена чья классно и все и сейчас каша у меня сварится я ее просто достану у меня здесь есть вот такие крючочки и повешу на эти крючочки речки стекать вот так давай не выливайся вот как всегда я знаете я как всегда я на мою плиту и потом обязательно что-нибудь на эту плиту пролью обязательно у меня всегда так всегда как только помоешь плиту сразу на нее что-нибудь выкипает какая классная вещь эти семена чья говорят они чистят кишечник я что-то про них прочитала там что у нас на них улучшает обмен веществ и выводит от шлаков добавляйте в коктейль или шейк по две столовые ложки а я чуть по одной кладу можно оказывается даже по половиночке можно оказывается по две столовые ложки класть также их можно измельчить и использовать вместо обычной муки но тут у меня очень мало это конечно дорогое удовольствие измельчать семена чья в муку это не дешево добавлять в кашу супы салаты и соусы вот насчет салатов от чего я не посыпала сверху вот надо добавлять надо добавлять надо добавлять буду добавлять теперь в салаты я знаю посыпают даже сверху на котлеты когда запекают я у кого-то видела давай варись варись у меня будет гречечка кстати гречку можно тоже кушать с миндальным молоком немножко добавлять миндального молока вместо обычного и кушать я думаю тоже будет очень вкусно классный получился у меня напиток когда семена чая набухают вообще классно я думаю кто знает кто пробовал и чистят кишечник еще самое важное кстати при похудении мне сказали и я посмотрела я это в принципе давно знала в начале очистить кишечник от шлаков вот чтобы потом заполнять уже новыми продуктами так что в начале чистим кишечник я завтра возможно еще сделаю себе этот чай детокс попью вот так вкуснятина пойду отнесу грибы с зеленью в холодильник а то забуду не удержалась представляете ходила в холодильник увидела красную рыбку и решила скушать пару кусочков все же холодильник это такая вещь после шести вешай замок вот и все так что за весь день я съела салат утром на завтрак у меня была запеканка такой небольшой квадратик два кусочка ветчины и кофе с молоком 05 буду вам стараться рассказывать или показывать даже каждый день что я кушаю вот кто не подписан на мой инстаграм смотрите возможно там будет все выходить как говорится сразу ну а здесь не знаю как получится потому что снимаю так иной раз в разнобой даже не в тот день в который это все происходит вот так как семена набухли вкусный коктейль буду брать еще у нас кстати на станции я нашла магазин спортивного питания можно в принципе эти все коктейли протеиновые брать в магазине спортивного питания там в принципе могут посоветовать что-нибудь надо свет уже выключать все мои дорогие я наверно ухожу осталась одна минутка сейчас я быстренько кашу надо выключить телевизор быстренько кашу солью сейчас туда повешу и все у меня такая маленькая тыковка тут я очень хочу сварить манную кашу с тыквой просто и еще на что-нибудь ее использовать кстати тыкву тоже очень полезно есть в сыром виде берете кусочек на терочку для корейской морковки натираете прямо на салат также вместо этого же сыра например твердого любого натираете чуть-чуть ее можно подмариновать и она очень вкусна вот именно в сыром виде в салате ну кто не любит тыкву тот не любит я например люблю и каши с тыквой и котлетки с тыквой делала уже и что я только с этой тыквы не делала можно кстати запечь рагу в такой тыковке будет тоже очень вкусно киви купила последний раз кислые кислые врагу не пожелаешь такие кислые киви ну придется съесть вот так и в принципе вот быстро сварить гречку 15 минут гречка у вас готова это для занятых людей это просто офигительный выход вот придумали вот эти вот пакетики просто сварил 15 минут она у вас тут сама варится она никогда не пригорит ставлю прям на таймере 15 минут вот закипела и что я делаю дальше и я прям дальше ее вот так вот вешаю вот сюда вешаю и она у меня до утра висит стекает все до утра висит стекает и потом я ее отправлю вот в эту кастрюльку и без масла без соли безо всего безо всего совсем